Всем привет, ребят, с вами Акаки, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт, и как всегда, в необычный. Сегодня я вам покажу 25 секретных мобов в Майнкрафте, которые должны добавить. Не, ну если не добавить, будет очень даже обидненько. Мобы, которых я нашёл, просто шикарные, мне они так сильно понравились, что я реально мечтаю о том, чтобы их добавили. Ну, в обычный Майнкрафт, в следующем обновлении, там 1.17.1, или какое оно там будет. И сегодня мы с вами всех их посмотрим. А перед началом видоса, я, конечно же, хочу вас попросить поставить лайк, давайте наберём на этом видосе полторы тысячи лайков. А также, если вы ещё не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь и жмякайте на колокольчик. Ну что, погнали смотреть мобов. Где-то тут я оставлял сундучок, где как раз-таки находились абсолютно все мобы. Как вы видите, мы сейчас с вами находимся в креативе, чтобы было намного удобнее на них смотреть. Коровки, вы не видели здесь сундучок? Молчат, значит, не видели. А вот он. Вы не представляете, что хранится в этом сундуке. В нём хранятся мобы. Не, ну, в принципе, это было логично, я знаю. Ну что, открываем его и видим здесь 25 видов яиц призыва. Давайте всех их забираем. Будем сейчас начинать смотреть, удивляться, наслаждаться. Что ещё можно придумать? Поражаться. Да. Чтобы не задерживаться, давайте сразу же начнём. Первое яйцо призыва это у нас Херпи. Херпи, ты кто у нас? Это горгулья, что ли, какая-то? Только не горгулья, она цветная. Горгулья обычно всё время каменные. Насколько я понял, это новая птица, которую хотят добавить. И она собирается быть враждебным или нет по отношению к нам. Но давайте с вами сейчас это посмотрим. Вот мы с вами... Ой, ага. Э, э, э! Э, так, это птица враждебная. Она нас забирает и мы улетаем далеко и надолго. Нет, ну конечно это очень даже прикольно, но... Э, давайте вот, о, вот так вот. А лучше... О. Нет. О. Птица у нас пропала? Да, она по отношению к нам всё-таки должна была быть враждебной. Давайте всё-таки с вами ненадолго останемся уже в сурвайвале и будем смотреть, враждебные мобы или нет. Благо я быстренько, надеюсь, смогу перейти в креатив, если вдруг, конечно, что-то будет очень страшным. Следующее яйцо призыва это Void Eye, то есть, эм, это чёрная дыра глаз? Эм, о, ага, 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 я вас понял, я вас понял, я вас... Ага, получается нам наложили какие-то эффекты, это слепота, утомление и голод. И как нам избавиться от этих эффектов? То есть это ещё один враждебный к нам моб. И, как я понял, у него глаз Эндермена или какой-то другой. У него, кстати, такие же свойства, как и у обычного Эндермена. Он также, когда его атакуешь, он телепортирует, ну, и с таким же звуком. Скорее всего, если этого моба добавят, он будет боссом, да. Яйцо призыва Baby Spider. Это, то есть, какой маленький паучок, и он весь такой влажный, что с тобой? Подождите, а если мы его... Ага, то есть, он по отношению к нам должен был быть мирным какое-то время, но потом мы его ударяем, и он становится враждебным. В принципе, логично. А у меня мало ХП. Но из него, кстати, выпадает паутина. Ну, всё по-стандартам. Следующий у нас это Троллагер. То есть это тролль какой-то, но при этом он лагер. Что? Ладно, давайте спавним и... А, точно. И я в мирном был. Давайте спавним его. И посмотрите, какой это огромный тролль! Слушай, это кнопка у тебя, да? Это кнопка? Я не могу на неё нажать. Скорее всего, он тоже враждебный, а... Так... А... Подождите, это статуя? Точно! Сейчас же солнце у нас на горизонте! А тролли, насколько мне известно, при взаимодействии с лучами солнца становились камнем. Не помню, в какой-то сказке это было. И вот, да, смотрите, мы включили с вами, ночью он оживился! Он ещё и в... Нифига себе! Стоп, стоп! Бежим, бежим, бежим! Он тут взрывает всё! Он ещё и блоки в нас кидает! Обалдеть! А, это кто у нас? Это... Здорово? Слушай... Ему ничего не сделали. Окей, давай тогда вот так вот с тобой сделаем. Всё, заморозься. Мне вот интересно, кто это? Это что, житель какой-то? А, это тревелинг мерчант. Или ты просто хочешь что-то продать нам? Подождите, за один изумруд 10 золотых слитков? Что? За 5 стейков один изумруд? То есть, в принципе, мы можем 5 стейков поменять на 10 слитков золота? Обалдеть! Вот, это прикольно. Следующий у нас-то мама-паук. И... А, вот почему мама... Нифига! Нифига себе, у вас много здесь стало! Привет, мама-паук! Это твои детишки, да? Я вас не буду трогать. И не потому, что мне страшно. Следующий у нас-то лили луркер. Это кто у нас? Или что это? Это... А, это... Это рыба, у которой есть вот... То есть, это моб, у которого есть кувшинка на голове. Серьезно? Точнее, это рыба, насколько я понял. И она с кувшинкой. А, подождите, а мы можем как-нибудь... Не, мы ничего не можем сделать. Следующий у нас-то Blazing Juggernaut. Подо... Так, стоп! Стоп! Blazing Juggernaut. Я примерно понимаю, что это. Это, то есть, ифрит, который слишком жесткий, слишком мощный, бронированный. Да, 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 да. Я вас понял, я вас понял. Так, мы выжимем с вами вообще или нет? Скорее всего, нет. Давайте вот так вот сделаем. Переиграл. Дождь, уйди! Следующий у нас-то скелет Воитель. То есть, ага, то есть, это обычный скелет. Эй, стоп, стоп, стоп! Откуда у него меч? Откуда у него меч? Откуда, откуда? Так, стоп, стоп. Это той скелет, который владеет сразу и луком, и мечом. И при этом у него есть броня, и он другого цвета, такого более темного. Он еще накладывает на нас различные эффекты, то есть, сейчас он на нас наложил слабость, которая действует целых 30 секунд. Да, 30 секунд. Я от тебя избавился только что, ха. Дальше у нас идет саппорт крипер, то есть, это помощник крипер. Так, и что ты делаешь? Эй, ты чё, ты чё делаешь? Куда он бежит? Зачем он бежит? Что ты собрался делать? Подождите, а мы можем... Так, стоп, стоп. А, он от нас вообще бежит. Посмотрите, какая у него мордашка! Реально от нас просто убегает, или... Нет, реально убегает. Я подумал, мне сначала показалось, но реально, если мы сейчас становимся перед ним, он бежит в другую сторону. И что ты тогда будешь делать? А если мы его сейчас ударим, то ничего не произойдет. Все, прости меня, пожалуйста, я не хотел тебя бить. Flame Spower. Это у нас что, частичный какой-то? Это огненный, возможно, частицы, я не знаю. Давайте посмотрим. Это спрут, это спрут. При этом он, эээ, что-то может нам сделать? Подождите, давайте-ка его в воду. Так, тебе хорошо стало? Ага, с него еще и порох выпал. Подождите, я что-то не понял, а что ты вообще делаешь? Он ничего не делает. Просто бесполезный моб. Следующий у нас это мимик. Мимики это такие существа, которые могут принимать вид других существ. То есть это, в принципе, сейчас случайный может выпасть, что... А, нет, нет, нет. Здесь они имеют форму только сундука. И они, как я понял, да, враждебные. Враждебные. Я вас понял, я вас услышал. Следующее яйцо призыва, это яйцо призыва Додо. Насколько мне известно, птица Додо, она была еще во времена мамонтов и вымерла примерно в это же время. Если вы смотрели Ледниковый период, вы обязательно понимаете, о какой птице я говорю. Давайте с вами, в принципе, заспауним, посмотрим... А, привет, Додо. Как дела у тебя? Это птица... Подождите. Какие странные звуки она издает. И выпадает с нее Роу Додо. То есть... Ага, то есть это даже не мясо курицы, это мясо Додо. Блин, прикольно. Дальше у нас идет Гоблин. А, Г... Тихо, тихо, тихо. Гоблин, уйди отсюда. Уйди отсюда. Уйди отсюда. Блин, его бьешь, как будто нажимаешь на плюшевого мишку. Иди отсюда. Иди... Подождите, а если мы его убьем, что с него выпадет? Давайте-ка посмотрим. А, с него падает изумруд, серьезный и железный слиток. Подождите, а где у нас там был торговец? Давайте сейчас с вами подойдем к этому торговцу и попробуем у него забрать золотые слитки. Где ты тут был, мой хороший? Только не говорите, что он уже ушел. Ну, блин, я же хотел всего лишь золота. На горизонте пусто, вижу лишь коров и подсолнухи. Ну, еще там ромашка есть какая-то. А этого торговца нету. О, лук-батун! Э, хотя лук-батун-то уже не то. Как говорил мой дед, лук-батун ничто. Кнопки, все. Активированный дуб. Дальше у нас идет трежер слайм. Надеюсь, правильно я все сказал. Давайте его заспавним. Подождите, то есть это... Так, подождите. Трежер, скорее всего, в нем будет какой-то для нас подарочек. Возможно. Либо тортик. Скорее всего, тортик. Так, мы его убиваем. Ничего не падает. Слайм всего лишь разделился на несколько слаймов. Давайте с ними тогда сейчас с вами расправимся и посмотрим, может нам что-нибудь реально выпадет. Посмотрите, нам реально падают тортики с этих маленьких слаймов. Блин, ну вот это вот очень прикольно. Так, подождите. Я хочу много тортиков. Иди сюда. Хопа. Еще и опыта неплохо так накапало. Просто прекрасно. И сколько у нас целых? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять тортиков. Вот это клево. Но оставлю я один, потому что я худею. Да. Надеюсь, тортики найдут себе лучший дом. Следующее яйцо призывает. Это хамелеон. Хамелеончик, привет. Как дела у тебя? Подождите. Ну дождь. Ну зачем? А, спасибо, ты начинаешь заканчиваться. Смотрите, этот хамелеон, он реально принял окрас того места, где он находится. То есть, смотрите, он сейчас ходит по зеленой хорошей травушке. И он как раз таки зеленого цвета. И если вот так вот пробегать, можно его, в принципе, даже не заметить. А если мы его поставим в какую-нибудь другую точку? Давайте, например, вот на камень. Хотя нет, на камень это будет слишком как-то жестоко. Давайте просто в воду его положим. И смотрите, он реально принимает синий цвет. Все, он теперь цвета воды. Боже, это просто шикарный моб. Я хочу, чтобы его добавили. Правда, он бесполезный, но все-таки. Следующий у нас-то лост майнер. Потерянный копатель руды. Так, подождите. Он за мной тут ходит. И ребенок у тебя появился. И еще один ребенок. Ладно. Скорее всего, судя по названию, он имеет свойство добычи ресурсов. Давайте сейчас это с вами обязательно проверим. Давайте вот здесь как раз таки есть железка. Давайте ставим его. И что ты будешь делать? Ты что не будешь делать, а? А, не, мы с ним наоборот можем просто меняться. То есть, можем изумруд поменять на 4 лазурита. А давайте сейчас с вами это как раз таки и сделаем. Все, мы с тобой поменялись. Иди отсюда. Мы, кстати, могли просто пролистать и посмотреть, что он еще может. А вот здесь, в принципе, давайте. О, прикольно. Следующий у нас-то тревелинг мерчант. Это, а, ну просто обычный путешественник, с которым, в принципе, можно поторговаться. Здесь, например, можно обменять 4 хлеба на 1 изумруд. Либо же 1 изумруд на 8 золотых слитков. Либо на 10 кремния. И, в принципе, все. Жалко, у меня хлеба нет. Есть тортик. Тортик не хочешь, ладно. Дальше у нас идет какое-то очень странное. Это Шипмен. Шипмен, здорово. А, это человек-овца. В принципе, соседи у меня примерно такие. А с него что-нибудь выпадает? А? Давай, вот. Шерсть выпадет. Или еда хотя бы какая-нибудь. Хотя это Шипмен. Возможно, он супергерой. А я супергероя сейчас бью. С него выпало также мясо и черная шерсть. Прикольно. Осталось совсем немножко. Так что давайте немножечко ускоримся. Гроу Спрайт. Это, ага. Это, то есть, маленькое дерево. То есть, тренд. Хотя он по отношению к нам настроен был сначала положительно, но потом он нас начал атаковать. Даже не знаю, это хороший моб или плохой. Но давайте мы с ним сейчас расправимся. Я надеюсь, с него выпадет дерево. Нет, с него выпало... Эээ... Вондерсеп. Дуб крашеный какой-то. И саженец дуба. Окей. Окей. Ну, бесполезно. Бэйвичи Тоум. Это... А, это книга летающая, которая на нас нападает! Подожди, это... Это книга бесполезная или все-таки полезная? Давайте с ней сейчас расправимся и посмотрим. От нее, кстати, исходят какие-то непонятные руны, символы. И выпадает с нее обычная книга. В принципе, это довольно-таки полезно. Если у тебя есть меч, ты можешь таким образом хорошо нафармить себе книги и сделать уже книжные полки, стол зачарования. В общем, что-то полезное ты точно сможешь сделать. Плитч Лизард. Это... Эээ, стоп, у тебя алмаз! Эээ, иди сюда! Ээ, алмаз, алмаз! Фуф! А, я понял! Это мобы, которые могут перетаскивать другие руды. То есть, ты их находишь в обычном мире, например, ты видишь его и понимаешь, у него есть лазурит. Ээ, отдай! Или под... Подождите, стоп. Так, подождите, я что-то не совсем понял. Смотрите, у меня два железных слитка, один золотой слиток, эээ... Один алмаз и один лазурит. А, они у меня воруют! Они воруют на самом деле! Подожди, откуда у меня алмаз тогда? Стоп, что-то непонятное. Но, насколько я понял, эти мобы являются воришками. А воровать, кстати, плохо. Не надо так делать. Следующий у нас это Брайн... Эээ, отдай! Воришка. Следующий у нас это Брайн Слайм. То есть, это мозговитый слайм. И что ты можешь... Стоп. Подождите, он на меня напрягнул? Серьезно? Это слайм, который напрягивает на тебя и... Ходит на твоей голове? Точнее, передвигается с помощью твоей головы? И при этом он наносит хороший такой урон. Давайте вот мирный перейду, потому что у меня очень мало хп осталось. Последняя тройка это фестивальный крипер. Эээ... О, о, тихо, тихо. Он кидает динамит? Как он улыбакается, а? Он просто в нас кидает динамит. Ты серьезно? Ты издеваешься надо мной? А смогу ли я с тобой расправиться с твоим же оружием? Нифига себе, как быстро он от меня убегает. Так, давай еще. Давай, еще немножечко. Еще немножечко осталось, и ты сможешь самого себя победить. Давай, в эту сторону целься. В эту, в эту сторону, давай. А, он еще и поджигает. Все, нифига. Иди сюда. Не-не-не, я тебя смогу победить все-таки. Если меня, конечно, не сожгешь заживо. Все. Фух. С ним справились, и нам выпал динамит. Но я сначала хочу искупаться в воде, а уже поздно. Нам выпал динамит и порох еще. В принципе... Нет, мы не сможем с вами сейчас сделать, потому что у нас нет кремния. Ханты тул. То есть это охотничьи инструменты? Или что это? А, ага, ага. Я вас понял, я вас понял, я вас понял. На всякий случай запомню. Рокет-крипер. И последний у нас это рокет-крипер. То есть крипер-ракета. Давай, куда ты полетишь? Нифига. То есть, смотрите, он подлетает у нас. Давай вот, взрывайся. Взрывайся. Подлетает, разворачивается в полете, будто делает сальто. И падает на голову. При этом взрывается. Ну-ка, давай еще раз, еще раз. Блин, вот этот моб мне реально нравится. Вот этого я реально бы добавил. Это хоть какое-то разнообразие внесло бы к криперам. А то все эти зеленые криперы, заряженные зеленые криперы, это уже все скучно. Хочется реально какого-то разнообразия. Хочется других мобов, другие виды и так далее. Ну, а на этом, кажется, все яйца призыва закончились. Ну что, ребят, на этом наш видос подходит к концу. Если вам понравился он, обязательно поставьте лайк. Давайте наберем на этом видосе полторы тысячи лайков. А также, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Жмякайте на колокольчик. И друзьям не забудьте рассказать. Ну, а с вами был Акакий. Всем спасибо за просмотр. Всем бакедова.